Многие из вас наверняка слышали такие выражения, как «Прищинский бросок», «Бросок на Прещину», который наши десантники совершили в июне 1999 года. Об этом выдающемся событии в истории нашей армии, нашей страны, уже сняты фильмы, написаны статьи, есть гигантское количество радиопередач. И тем не менее, как каждое выдающееся событие, оно бездонно, потому что сколько людей, столько воспоминаний, столько фактов. И мы сегодня решили пригласить в гости человека, который принимал непосредственное участие и в планировании операции, и был на месте действий. Это известный вам всем человек Леонид Григорьевич. Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник, которого я приветствую в нашей студии. Добрый день, Леонид Григорьевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Уважаемый Леонид Григорьевич, сначала я хочу напомнить нашим радиослушателям, какой пост вы занимали именно в момент прищинских событий. Начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. А для непросвещенных я вам хочу сказать, что у Леониды Григорьевича, как и у любых генералов, которые занимали эту должность, мы за глаза называли министр иностранных дел военного ведомства Российской Федерации. Вы понимаете. Евгений Максимович Примаков так тоже меня дразнил. Так тоже называл, и это очень резонно. Итак, Леонид Григорьевич, простой вопрос, для того, чтобы наши радиослушатели, которые, может быть, не в теме, понимали. Итак, Югославия, 1999 год. Вкратце хотя бы ситуацию вашими глазами. Что там происходило? Ну, Югославию, Союзную Республику Югославию, так она называлась, тогда зажали всякого рода санкциями, вот, и мощное политическое давление проводилось, и плюс проводились и учения на границе с Союзной Республикой со стороны Македонии и Албании, натовские учения, туда же на территории Македонии действовала МПА, и вот эта коммерческая частная военная корпорация. Мы видели, что к этому моменту разведка очень сильно натовская работала, ввели туда миссионеров, миссия ОБСЕ, это, по сути дела, разведчики, которые явно фотографировали объекты будущих ударов и так далее. То есть, всё шло к войне. И это несмотря на то, что в 97-м году мы подписали с натовцами основополагающий акт России НАТО. И мы жёстко ставили вопросы, что все ваши действия, вот, на европейском пространстве, должны согласовываться с нами. Да, они кивали, да, 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 да. Вот, и чётко, жёстко ставили вопрос о том, вот, в частности, маршал Сергеев Игорь Михайлович ставил. Тогда, кстати, министр обороны. Министр обороны Российской Федерации доставили вопрос, вот, почему вы готовите инфраструктуру для нанесения ударов. Нет, это вот, отвечал там господин Солана, вот, и даже и Кларк, это мы вот для того, чтобы заставить Милошевича прекратить там геноцид и так далее. Мы напомним, что Солана это был генсек НАТО, а Кларк командовал... Да, она была командующей объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Да, да, пожалуйста. Вот, и вы знаете, вот эта косовская проблематика, она была явно надуманной, явно надуманной. Я сидел в генштабе Союзной Республики, встречался неоднократно с Слободаном Милошевичем, с министром обороны. Вот, и вы знаете, ну, настолько они вот уступали, что я с рядом приказов не был согласен. А что значит уступали, Олег Николаевич? Вот, смотрите, например, и обвиняли, что там, значит, кого-то подстрелили и так далее. Хотя провокации со стороны вот экстремистской части албанской, особенно молодёжи, они проводились там регулярно. Ну, например, сидит сербская молодёжь там в кафе, студенческая молодёжь, туда бросают гранату, взрыв, гибель и так далее. Постоянно обстрелились сербских патрулей и так далее. И вот, когда начальник генштаба генерал Айданич издаёт директиву о том, что, значит, в случае, если по вам, по военнослужащим, применяют оружие, вы должны предупредить, вот, да, предупредить, что вы тоже примените оружие. И только потом уже, значит, если он не прекращает стрелять, значит, вы ведёте огонь на поражение. То есть, ну, это под пули подставлять. Я говорю, ну, зачем вы уступаете? А вот международное сообщество, а вот миссия в БСИ, а вот господин Холдбрук, это спецпредставитель президента США, там, значит, вот они давят. То есть, ну, шли уже, знаете, вот просто на вот такие вот уступки. Вот, хотя, может быть, нужно было более жёстко. Но дело в том, что это было предопределено. Вот, удар по Югославии, уничтожение Союзной Республики было предопределено. И когда вот была конференция, посвящённая десятилетию в Белграде, международная конференция, десятилетию вот начала агрессии, вот, там два интересных выступления прозвучали. Первый – это французский генерал, Деголист. Вот, он не мог быть, но он прислал, Пиргалу, он прислал своё видео выступление, где он чётко говорит, нас, четверых генералов, от Соединённых Штатов, от Германии. От Франции. От Франции и Британии. Да. Да, я представлял Францию, значит, собрали и поставили задачу. 1985 год. Нужно спланировать такие действия, чтобы Социалистическая Федеративная Республика Югославии была расчленена. Расчленена. Это ещё в 1985 год? 1985 год. И вот он откровенно говорит, мы задали вопрос, по какому типу, а вот как это было, значит, перед войной, перед Второй мировой войной. А дальше будем корректировать. И вот, говорит, мы проводили вот эти спецоперации по дестабилизации, по нагнетанию межнациональных отношений и так далее. После этого выступления там попросил слово, ну, канадский гражданин, но учёный известный, да, очень, Наум Хомский. Личомский его там, да. И он, значит, тоже заявил, я работал в это время в Мировом банке, и я невысокую там должность небольшую занимал, и я присутствовал, ну, просто присутствовал на одном закрытом совещании, где говорили, что Европа, значит, там трансформируется, объединяется, а вот Югославия, она живёт не по правилам европейским. Там нет безработицы, там бесплатная медицина, бесплатное образование и так далее. И ставилась задача тоже привести Югославию, ну, вот, к европейскому варианту развития, то есть, чтобы никакого социализма быть не должно. Так что это всё продумано уже было. Ну, более того, я в ноябре 98-го года получил от надёжного источника информацию о заседании Бельдербергского клуба, которое прошло незадолго до этого. Вот. И вот на Бельдербергском клубе было тоже там сказано, ну, как бы три слова мне передали доверительно. Белград, Пурим, Атака. Вот. И мы расшифровали, что по Белграду праздник Пурим, это еврейский праздник известный, да, будет нанесён удар. Леонид Георгиевич сказал, что покинул состав делегации, которую возглавлял Черномырин, а я представлял Министерство обороны. Это фактически беспрецедентный случай произошёл. Вы выпали из команды, которую возглавлял премьер-министр... Ну, бывший премьер-министр. Да, 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 бывший, да. Да, потому что он стал нарушать директивные указания даже президента. Вот, и он стал давать позиции. А в чём это выражалось, Леонид Георгиевич? Ну, понимаете, вот мы сидели два дня, значит, мы военные отдельно, там дипломаты отдельно, сидели и согласовывали шаг за шагом. И с американскими генералами, Моггельсоном и Кейси, мы при посредничестве финнов, вот, мы продвинулись далеко вперёд. Ну, например, мы вышли на такие позиции, что контингенты натовских стран, которые участвовали активно в бомбардировках Югославии, не могут располагаться в глубине территории Сербии. Да, понятно, да, да, не могут, да. А только вот граница 3-5 километров, вдоль границы, закрывают границы. Пограничники не уходят, они сокращают свой состав, но они селектируют вот этих беженцев и так далее, вместе с натовцами. Вот. Дальше, что основные сектора заполняются странами, не участвующими в бомбардировках. Это всё было вот прописано в этом документе, который... Это мы вот согласовывали шаг за шагом. Ну, вот мы уже с Украиной, с генералом Кузьмуковым, министром обороны, я разговаривал, Украина готовили. То есть, как бы нейтральные страны туда должны прийти. Да. Вот, не участники НАТО. Вот. И вот так вот двигались, двигались, и потом, значит, когда мы доложили военные на общем доседании, вот, то Черномырдин задал Строубу Телботу, первый зам госсекретаря США, руководителя американской делегации, Строуб, мы наших военных будем слушать? Он покачал головой, говорит, нет, не будем. Вот. Ну, я там жёстко выступал. Зачем мы тогда нужны? Мы будем стоять на этой позиции? И так далее. А у вас было военных много? Нет, мы с генерал-полковником Заварзином вдвоём были. Представляли, как бы, военную часть нашей команды? Да, да, министерство обороны там больше не нужно было. У Заварзина тогда как должность правильно называлась? А он тогда представлял, был военным представителем Министерства России в НАТО. Да, да. В НАТО. Министерство обороны России в НАТО, да. В НАТО, да. Вот. И поэтому вот Виктор Степанович стал потом от нас прятаться, и на следующий день, ну, мы продолжали вот работать шаг за шагом, уже военные вопросы. А вы покинули заседание прямо сразу, как Телбот показал вот так? А на следующий день, когда видим, что-то Виктор Степанович там стал прятаться, вот, прятать какие-то бумаги. Ну, что, избегать контактов, да? Нет, 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 мы подходим, например, Заварзином, они бумаги там сворачивают и так далее. Нет, нет, это вроде не те. А потом Телбот заявляет, что у нас есть другой вариант. Я говорю, подождите, мы вчера целый день вот обсуждали вариант, вышли на решение определенное, согласовали там ряд позиций, а у вас новый документ. Вот. Ну, Черномырин говорит, так вот, они, говорят, учли, учли, говорит, этот, ваше там согласование. Продолжение, да, да. Да. И, значит, готовы раздать. Ну, давайте раздавать. Раздают на английском языке. Вот. Без перевода на русский. Без перевода. Вот. И, значит, Черномырин соглашается с тем, что и президент Ахтисари, финский президент, поддерживает, да, 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 что Телбот будет на русском языке читать, и мы с листа, вот так, с голоса вроде должны что-то согласовывать. Ну, и когда я смотрю, все наши договоренности, они выбрасываются, и, по сути дела, значит, ничего, это позиция, ну... Ваши предложения игнорируются, да. И позиция, я еще раз посмотрел директиву, которую подписали мы у Ельцина, вот, президентская директива, не стыкуется и так далее. Я там сделал заявление, поднял моих партнеров, американских генералов, я говорю, док, скажи, пожалуйста, что мы договорились, и ты это с Пентагоном согласовал. А я говорю, я согласовал это с министром обороны, поэтому я не отойду от этой позиции. Вот. И американский генерал, да, я докладывал в Пентагон, вот это мы согласовали, вот ряд там позиций, вот семь пунктов согласованных было. Да, да, да. Да, да. Он задержался накануне, мы с Заварисиным уехали в посольскую гостиницу, а он задержался там. И вообще, почему он сдавал позиции? Потому что, да, я видел определенные там записи, слушал их, вот, потому что Виктор Степановичу пообещали, ну, Клинтон так сказал, Виктор, ты должен стать президентом России, а Альберт Гор станет президентом Америки, как раз там президентские гонки. И вы должны, ну, там, дружить и так далее дальше. Вот такие вот вещи были. Дорогие друзья, в эфире радио Комсомольская правда генерал-полковник Леонид Ивашов, который во время трагических югославских событий 1999 года возглавлял Главное управление Международного военного сотрудничества Министерства обороны России и был в кратере драматичных югославских событий. Я сейчас, Леонид Игоревич, я хочу спросить, Леонид Игоревич, а вот после того, как вы отказались дальше поддерживать вот ту позицию, которую протаскивал Черномырди, у вас был личный разговор, ну, где-нибудь там в курилке, в гостинице, где-нибудь в Черномырдином? Нет, ну, мы оттуда летели из Берлина, из Бонна летели в Белград, вот, и мы с Заварзимом раньше приехали, а он там, значит, интервью там давал, показывал, что великая победа достигнута, вот, бомбардировки будут прекращены и так далее. Мы в самолете зашли, уже сидели, и когда он зашел в самолет, он так попытался, эй, генерал, ну-ка иди сюда. К вам, к вам, да? Да, я, естественно, не поднялся и так далее, там его эти помощники стали бегать, чтобы Виктор Степанович вас зовет, я говорю, так не зовут. Вот, я говорю, во-первых, на вы, и во-вторых, есть обращение у нас, товарищ генерал или генерал-полковник Ивашов. Ну, зашел он, ну, товарищ генерал, идите поговорим. Ну, и там у нас жесткий был. О чем был разговор, все-таки? Ну, разговор был, вы почему так поступили и так далее. Я сказал, а почему вы предали интересы России, интересы сербов, вы предали директиву президента. Вы предали принципы восьмерки, за которые там Иванов сражался. Вот, он сразу все это опускает. Вот, и какие принципы восьмерки мы предали? Да. Ивановский обращается к Мидовцу. Я говорю, там упоминания о них нет даже. Он говорит, что, действительно нет? Ну, дипломат подтверждает, нет. А куда же вы смотрели? Это он уже к Мидовцу. Это он уже, да, куда же смотрели. Вот, ну, там предложил, давайте мы должны одной командой действовать и так далее. Я говорю, мы одной командой не действуем, потому что вы на американской стороне работаете, вы предаете интересы России, интересы сербов, поэтому это не команда. Я в такой команде работать не буду, в команды предателя. Но он там дернулся, набычился там, чуть-чуть там не закрутки мы. А что я предал? А что я? Я говорю, вот, вам в директиве прописано добиваться немедленного прекращения огня. А мы что? Вот мы и добиваемся прекращения бомбардировок. Вот мы и добиваемся. Я говорю, вы абсолютно сдали эту позицию. Мы уже подходили, что как только согласуем, бомбардировки прекращаются. Сейчас они будут продолжаться. Они действительно продолжались. Так что вот такой был жесткий разговор. Я по прибытию в Белград поехал в нашу резидентуру, ну, к военному атташе. Доложил по закрытой связи министру обороны. Вот. И попросил его, чтобы Ельцин дал указание Черномырдину, чтобы соблюдать директиву. Сегодня мы подходим уже ближе к так называемому легендарному прищенскому броску наших десантников. И я хочу задать сразу Леониду Григорьевичу такой вопрос. Леонид Григорьевич, скажите, пожалуйста, кому первым пришла идея организовать этот бросок на Прещину? И как это вообще все задумывалось? Ну, совещания проводились постоянно. Это генеральный штаб, это мои коллеги, и это, конечно, разведка. Так. Генеральный штаб проводили мы, и мы вот отрабатывали вариант, если придется действовать нам самостоятельно. Здесь разногласий не было у нас в наших военных ведомствах, вот, что мы, если не договоримся с НАТО, будем действовать самостоятельно. И предполагали три батальона задействовать в этом. Ну, вы уже сказали, вот, каждый район ответственности получил, да? Да, 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 да. Вот, значит, и предварительное распоряжение, а подготовки уже пошли. Десантики стали готовиться и здесь, и вот в нашей бригаде, на территории республики Сербской. Это в Угличе, которое, да? В Углевике. В Углевике, извините, да. Углевике, это наша страна. И вот, когда нам, значит, не разрешили, ну, идея, она, я не скажу, что она моя, я сторонник был, что действовать самостоятельно, в полном соответствии. Были там сомневающиеся, МИД сомневался тогда, что мы не можем, я говорю, вот, читайте положение, вот, этого резолюции Совбеза, и у нас равное право, что и у американцев у всех. И мы должны реализовать это право. Это мы, тем более, постоянный член Совета Безопасности, это уже обязанность наша. Вот, настаивали вот на этом. Вот, и поэтому решение и десантники были согласны. Вот Георгий Иванович Шпак, вот, его начальник штаба, и так далее, согласны, стали готовиться. А Кремль, как на это реагировал? Вы же оглядывались на Кремль? Вы знаете, вот, мы оглядывались, но в Кремле нельзя было, в Кремле нельзя было говорить многое. И поэтому, вот, когда вот эти переговоры я прервал здесь, когда у американцев они предложили, вот, нам батальоном участвовать там в них, или там двумя батальонами в мобильном резерве. Ну, куда пошлют, короче. Ну, в подчиненном таком положении. Я прервал переговоры, мы сели там же с Александром Алексеевичем Авдеевым, первым замом министра иностранных дел, он был наш сторонник. Подготовили записку президенту, и я приехал к Игорю Дмитриевичу Сергееву. И говорю, нужно ехать президенту и получать согласие. Там мы изложили, вот, как раз, что в результате переговоров, значит, там, вот, то-то достигнуто было, но потом, значит, откат назад. Да. И сейчас американцы предлагают нам, вот, одним там батальоном, это унизит не только Российскую Федерацию, но и вас, как президента и Верховного Главнокоманды. Красивые события, красивые. Да, поэтому и записали. Поэтому, полагаем, целесообразным предусмотреть одновременный ввод российского контингента с контингентом и НАТО. Просим вашего согласия. И Игорь Дмитриевич поехал с этим документом и вернулся, не оставляя даже там копии. Получил согласие, поэтому МИД не был в курсе. Вот, этого. А согласие было в устной форме или? Нет. Согласен Ельцин, да? Да, он там, где вот, что унизит и вас, как он вот так там подчеркнул вертикальными такими, и потом, значит, написал согласен. Поэтому мы имели и правовое, и международно правовое действовать в положении одобрения президента. Но МИД об этом не знал. Игорь Сергеевич Иванов по сей день на меня там где-то обижается. Говорит, в дураках меня оставил. Ну, я говорю, нет, когда идет переговорный процесс, да. Но когда военная операция начинается, то, извольте, извольте, да, нам действовать самостоятельно. Потому что тогда утечка информации, ну, была очень такая активная во всех структурах нашего государства. А нам удалось вот сохранить. Теперь встал вопрос, да, нам запретили пролет, Румыны и Венгрии запретили пролет, да, и поэтому мы... Через Грецию, да, кораблями? Нет, мы тогда решили скорректировать и одним батальоном зайти. И этот батальон должен был идти к Косовской метроице, вот, северная часть Косова. И там, где массовое проживание сербов, и взять. А мы его перенацелили, вот, генерала Заварзина туда перебросили, потому что мы с НАТО уже рассорились с началом бомбардировок, и он там не нужен был. Перебросили в Белград. И тогда этот батальон сориентировали, что он идет своим ходом и берет аэродром Слатина под Причинский аэродром. Объясните нашим радиослушателям, в чем был, в общем-то, стратегический замысел взятия под контроль Слатина? Вот вы, как человек, который непосредственно эту операцию тоже приложил руку, вот нашим радиослушателям, зачем нам нужно было срочно взять под контроль Слатин? Потому что в крае Косова это единственный нормальный аэродром, где могут приземляться военные самолеты. И военные, и гражданские, и так далее. Он близок был к первому классу. Других посадочных мест, и других возможностей посадить даже американскую, ну, натовскую авиацию нет там. Он ключевой. Так, понятно, да. И вот мы его как раз взяли. Ну, и плюс там рядом же, ну, на этом аэродроме дислоцировался сербский авиаполк, более-менее еще новый. Там хорошие и укрытия были для самолетов сделаны и так далее. Вы были на этом аэродроме? Да неоднократно, конечно. А что там за речь шла, что якобы он имеет подземную какую-то часть? Имеет. А? Имеет. Он имеет подземную часть, но это вот укрытие для самолетов и для топлива. Ага. Это для, в основном, для топлива, боеприпасов там и так далее. Илья Георгиевич, захват имел целью не допустить посадки натовских самолетов, да? А все, мы берем, и они без нас никуда не денутся. И тогда начнем договариваться. Так оно, собственно говоря, и случилось, да. Вот, но встал вопрос и о военной хитрости. Вот когда приняли решение, значит, этот батальон вводить, вот, то встал вопрос, как вывести. Он действовал на территории контролируемой многонациональной дивизии «Север». Мы в состав не входили. Да, да, да. Это натовская дивизия, американский генерал. Но это район ответственности был, да, «Север»? Да, район ответственности, но мы на взаимодействии. И вот я назову фамилию, кто вот как там вы эти малыми группами там где-то рассредотачиваются. Разведка все равно зафиксирует. И вот был у меня такой полковник Евгений Дубков. Жубков? Дубков. Дубков, ага. Дубков, кандидат наук, он научно-аналитический отдел возглавлял, мы его создали, переориентировались. Это в вашем управлении? Да, да, вот именно, чтобы отслеживать там ситуацию. Так. Вот, и решили самым простым способом. Наш командир бригады приходил регулярно к командиру дивизии североамериканскому генералу, ну, информировал, не докладывал, подчеркиваю, а информировал о том, что выполнено, что там разминировано, там где мосты восстановлены и что планирует делать. И вот нужно было рассчитать, да, и знали хорошо распорядок дня. Вот в какой-то период он там пообедал, приходит, 40 минут работает в кабинете, а потом, что бы ни случилось, он идёт отдыхать. Вот, и вот надо было за 15 минут до отдыха дойти и там, значит, довести, ну, информации есть, о чём говорить, говорить. А потом, когда он уже нервно начнёт там поглядывать на часы, его просто предупредить. Завтра у меня батальон пойдёт вот в таком направлении, один батальон пойдёт. Вот это было сделано. Генерал даже, американский, во след там крикнул, помощь тебе не нужна? Нет, нет, нет. Ну, тогда скажи дежурному, чтобы он записал. И в результате, ну, сказано было дежурному, там итальянец, по-моему, сидел. Да, да. Что завтра батальон пойдёт в таком направлении. И когда... А в каком именно направлении? Не, ну, в направлении там Соверной Республики Югославии. Там указали направление батальон... Но оно было ложным. Не, неправильно указали. Показали, что вот он пойдёт туда, у меня батальон, и всё. Мы-то не подчинялись, объяснять не могли, но... Да, да, да. Вот. И когда разведка всполошилась, батальон выстроился. Ну, хотя батальоны у нас там на учение выходили, и так далее. Вот. Сразу в штаб дивизии, а там смотрят в журнал, говорят, нет, нет, это он идёт по плану. Генерал знает. И мы вот так вот шли шесть часов. Они не реагировали. И когда уже пошли по территории, уже явно по территории Союзной Республики Югославии, Республика Сербская, она в Босниг, Гавино входит. Вот. И когда уже пошли, вот направление обозначилось, тогда уже Телбот развернул самолёт, американская делегация уезжала, улетала отсюда, развернул, приказ получил вернуться в Москву, и вечером их Игорь Сергеевич Иванов, министр иностранных дел, привёз, министерство обороны привёл всех. В чём было великое значение пресченского броска? Вы понимаете, мир вот становился однополярным, проамериканским. И как американцы вели себя вот по отношению к своим же союзникам по НАТО, я наблюдал, как полковник американский вот трёхзвёздному немецкому генералу даёт указание... Как денщику, да? И ещё отсчитывает. И я вот своему там другу, не скрою, я говорю, ты радуйся, завтра тобой американский сержант будет командовать. Да. Они действительно, они распоясались и так далее. И мне кажется, вот когда мы ввели батальон, ну весь мир увидел, и прежде всего в самом НАТО, что американцам русские врезали по физиономии. Да, это было пощёчено, очень серьёзно. Это вот первое. Второе, нельзя было отдавать ООН, опять же, американцам. Есть резолюция Совета Безопасности ООН. Они её читают по-своему, считают, что если это международные организации, вот, и если это ООН, то это только они. Вот нужно было вот здесь остановить, как вот сейчас мы в Сирии поступили. Да, 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 да. Это как бы продолжение этого, да. Вот. Ну и в-третьих, немножко и народ свой встряхнуть, потому что мы тогда всё время отступали, уступали, уступали. И я видел, какая радость была везде, во всём мире, откуда мне только не звонили. В Индии там пляски устроили. А что Греция? Звонит председатель Компартии Греции, ну, через переводчика, уже в возрасте, всё. Там приветствуем, поздравляем. А я был председателем межправительской комиссии от России из Греции. Да, 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 да. Вот. И вот там, что мы должны делать, мы вас приветствуем там и так далее. Я говорю, идите, бросайте что-нибудь похожее на цветы к американскому посольству. Вот сейчас нужно посмотреть, это после того случая. Пошли громить американское посольство, своё союзники. В Греции. И в Греции сейчас это там, вот эти бронеколпаки стоят, колючая проволока, вот это посольство обнесено и так далее. Так что весь мир вот как ликовал, что вот эта наглость американская, она... Получила пощечину, да? Пощечину и, возможно, будет остановлена. Потому что они надоели всем. Так что вот это вот... Как вы думаете, вот этот прищинский бросок, эти вот русская линия, это вот был, всё-таки можно считать, что это был первый, как говорится, противотолчок всевластию американцев в Европе? Да, наверное. Да, с этого можно считать, да? Наверное, вот и нужно. Леонид Георгиевич, а вот если выставлять рядышком Крым, Сирию, это уже у нас вроде бы как порисовывается одна линия, а? Ну, русская линия обороны, да. Да, 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 да. Леонид Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот вы в Югославии в те годы драматических событий сколько раз были? Ну, до этих событий, ну, 4-5 раз, по-моему, где-то было. А потом я регулярно ездил. Леонид Георгиевич, я беседовал со многими выдающимися людьми Югославии, где вас тоже хорошо знают, кстати. Скажите, пожалуйста, какие чувства испытывал русский генерал Ивашов, когда первые бомбы начали падать на территорию Югославии? Ну, конечно, чувство злости против тех, кто бомбит. И чувство, может быть, мести, знаете, ответной мести. Ведь мы, когда ситуация развивалась, вот мы вели постоянно, значит, три варианта плана наших действий. Ну, еще до бомбардировки. Еще до. И вот я в самолете уже из Индии, когда мы возвращали, я вот Игорь Дмитриевичу, министру обороны, показал, вот давайте. Он выбрал второй вариант. Потому что первый вариант был довольно жесткий, вплоть до разрыва отношений по военной линии. С НАТО или с США? Да, со всеми странами НАТО, которые участвуют в бомбардировках. Да. Вот. Ну и там оказание военной помощи поставками, осуществить поставки зенитно-ракетных средств. Да. Потому что до этого там мы прошляпили, потому что под санкцией находилась Союзная Республика. Вот. Ну и такие жесткие меры. Второй, более мягкий, но он предусматривал выставить из России все НАТОвские структуры, кроме военных, аташе стран НАТО. И мы это сделали. Отозвать. Но информационный центр же так и не выдворили, Леонид Георгиевич? Информационный? Как? НАТО. НАТО? Как не выдворили? Выдворили немедленно. Тогда? Тогда мы выдворили, да. Да, да, да. Это они потом вернулись. А, вот. Все, спасибо. Выдворили мы его 24 часа, они 48 попросили, ну, выдворили. Вот. И мы отозвали всех наших военнослужащих, кто обучался в НАТОвских странах, там. Ну и вообще, значит, все-все, кроме разведки мы все, по сути дела, вернули. Все планы мероприятий, вот, профинансированные уже там западной стороной и так далее, мы прекратили. И военные атташе заходили в управление внешних отношений, там у дежурного была инструкция, как отвечать. Вот приходит, я хотел бы там встретиться, вот я имею поручение. Там инструкция, он отвечал так, ваша страна совершила акт фашистской агрессии против Союзной Республики Югославии, никем в Министерстве обороны вы приняты не будете. Это по-вашему управлению? Ну, управлению внешних отношений, там, да. И если, значит, тот начинал там, вставал прапорщик, десантник. И вежливо, да? И видом своим показывал, что ему, гостю, нужно уходить. Леонид Николаевич, вы упомянули ПВО, но мы же все-таки не поставили им С-300. Ну, что можно сказать? Что можно сказать? Ну, вот здесь я вот напомню, что старшим вот с этим батальоном был юнош Бек Кевкуров. Да, 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 да. Мы должны это напомнить. Да. Во-первых, мы свято верили в вот эти санкции и все, и не могли поставлять. Мы что-то поставляли уже в ходе. Несмотря на то, что это было оборонительное оружие, и это тоже нельзя было. И вот с ноября месяца по февраль месяц было окно. И я полетел немедленно туда вот с военными, там, с начальника к министрам обороны. Зашли мы к Слободану Милошевичу и говорим, возьмите в лизинг и так далее. Вот сейчас вот эти острицы. Да, да, да. Ну, мы буки хотели поставить. Да. Да, но он говорит, ну, сейчас у нас денег нет. Ну, пусть нам Россия даст вот по-дружески, потом рассчитаемся. У них действительно ситуация такая была, да. И мы попытались вот здесь, там, значит, в лизинг и так далее. Доложили там Ельцину, но у нас там господство в Росвооружении. Ну, только деньги и все там и так далее. То есть мы вот здесь проиграли, а уже в феврале, когда переговорный процесс пошел, уже санкции вновь были возобновлены. Мы опять проголосовали добросовестно за эти санкции. И уже стали... Мы помогали. Я откровенно скажу, помогали, значит, особенно в отражении наземной операции. Но вот тоже еще интересный момент, наверное, нашим радиослушателям будет интересно. Да, да. Решение о наземной операции фактически было принято. Но когда стали формировать в НАТО группировку войск для этой наземной операции, не нашлось кандидатов идти в первом эшелоне. Американцы и англичане эти сразу по боку. Да. Стали немцы в немцы. Сразу ощетинились. Вот. И никто не хочет греки там, итальянцы. Французы, да? Мы уже... Да. И кто же... И никого от венгров дожимали, ко мне прибежал в военный атташе, там, вот как-то сделайте, мы не должны идти и так далее. То есть они вот эти все тайны... Никто ответственность не хотел брать, да? Ничего. И первые эшелоны не укомплектовать не могли. Вот оно, ну, троната, да? Не могли, да. И поэтому она не состоялась. Но, тем не менее, мы поставляли спасибо еще раз Евгению Максимовичу, что он брал ответственность на себя, будучи председателем правительства. И мы осуществляли помощь.